14 октября после перерыва продолжится очередное судебное заседание по делу между застройщиком торгово-административного комплекса «Два капитана» у Чебоксарской гимназии номер 4 и администрации «Чебоксар». Последнее требует расторгнуть договор аренды и вернуть землю городу. Об истории продолжения конфликта Ольга Пырочкина. Здесь мог бы быть школьный стадион, которого так не хватает четвертой гимназии. Вместо него третий год яма. Огромный котлован. Все началось с того, что в 2012 году площадку огородили забором и поставили табличку «Перенос инженерных сетей». Переносили сети настолько долго, что это вызвало подозрения чебоксарцев. По-моему, активная копка котлована является достаточным подтверждением начавшегося строительства. Подозрения полностью оправдались. Табличку поменяли на новую. С тех пор два капитана. У школьников и родителей ассоциируются не с произведением Каверина, а с огромным комплексом прямо у дороги и в нескольких десятках метров от стен школы. Перспектива строительства такого сооружения вызвала бурную дискуссию. Кто-то был за, большинство против. Впрочем, это уже не важно. Директор компании, которая собиралась строить, сидит за мошенничество. Дальше котлована дело не продвинулось. Любая строительная площадка, как объект повышенной опасности, должна охраняться. Вот здесь вместо охраны, вот такие периодически появляются дырки в заборе. Так что попасть в котловану может любой желающий, хоть наша съемочная группа, хоть дети. Дети, бывает, что просто на стройку заходят, да, хотя сейчас ее, конечно, забором более высоким обгородили. Но, например, в зимнее время, такое осеннее время, дети, ну, там играются, скажем так, горки устраивают и так далее. То есть я сам лично несколько раз оттуда детей просто, ну, вытаскивал за руки. Котлован представляет опасность не только для детей, которые гуляют без присмотра. Стенки без должного укрепления и контроля осыпаются. Котлован растет. Сами видите, за это время идет активная деформация бортов, как вдоль котлована, так и со стены котлована. Это бывший овраг. Все сторожилы знают, видели. Все определяется глубиной котлована. Для этой глубины те деформации, которые мы видим, чем ширина, она, наверное, оптимальная. Ну, может быть, еще полметра. Но особого такого расширения вряд ли будет, потому что она, во-первых, ограничивается бывшим оврагом. Ведь здесь же дальше уже коренные породы начинаются здесь. Вот, в основном развивается в пределах осыпных грунтов. А вдоль тут, конечно, больше, потому что овраг-то длится сюда. В той стороне, куда указывает специалист, стоит дом номер три по улице Энгельса. Жильцы уже чувствуют себя неуютно. Как вы видите, значит, земля обваливается. Хоть они ее укрепляют, но это мало помогает. И, собственно, здесь нарушены все строительные правила. Обвал, значит, он постоянно движется. До нашего дома, до угла нашего дома осталось буквально 10 метров. Практически все, кто дал нам интервью, не просто наблюдают и беспокоятся. Они обращались в разные инстанции, администрацию города, Минстрой Чувашии, надзорные органы. Однако, чтобы что-то сделать, по закону необходимо вернуть землю городу. Столичная администрация сейчас судится именно за это. Сейчас администрация города вышла со стороны заявления на расхожение договора аренды, в связи с тем, что арендаторам, застройщикам, все время не производились платежи за договор. На доседании суда, там, что было окружено. Застройщик, арендатор, предъявил также встречное исковое заявление о заключении договора аренды на новый срок. Сейчас этот сфор в суде пока он еще рассматривается. Почему-то суды проигрываются и, попросту говоря, даже волокитится рассмотрение вот этого их искового заявления о расторжении договора аренды. Судебное решение, которое было вынесено заочно, оно отменено. По заявлению, как мне объясняет, того же Лапина, который находится в местах лишения свободы. Вот это удивляет. Почему нельзя организовать видеоконференц-связь с этим Лапином из той колонии, в которой он отбывает наказание. То есть это вообще беспроблемно. Но, тем не менее, вот этот факт уже лишний раз подтверждает или некомпетентность юристов, которые подготавливают соответствующие обращения в суд, или это умышленные действия. Пусть оно все идет своим чередом, то есть все эти судебные процедуры, но самое главное, я от них требую, приведите в порядок ограждение этого объекта, чтобы к нему не было доступа. Законсервируйте этот объект. В администрации надеются, что решение примут до конца года. Продолжится заседание арбитражного суда 14 октября. Ольга Пырычкина, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.